Чей нужно поставить к слову апостроф и с? Если мама, мать, то мамин, мадерс, фадер, фадерс, чайлд, чайлдс, чилдрен, чилдренс. Про образование притяжательного падежа расскажу чуть позже. Дальше. Пожди про множественное число. Про множественное число там тоже всего лишь три вещи. Это какое окончание, то есть это окончание либо с, либо и с. Сейчас это подробнее разберем. Либо это исключение. А исключения у нас будут двух видов тоже. Это те, где только единственное, только множественное, либо единственное, либо множественное. Единичка – это единственное, много точечек – это множественное. Либо это меняется корневая гласная. Например, в слове мужчины там меняется корневая гласная. Сейчас подробно разберем множественное число. К этой майнкарте мы с вами еще вернемся. А, нет, давайте на существительное, потом возвращаемся к этой майнкарте. Так, я сейчас разрисую это подробно. Я разрисую это подробно. Не мучайтесь тем, что вы не разглядели там точечки в кружочке. Так, поехали на существительное. Итак, подлежащее может быть существительным, местоимением и словосочетанием. Разбираем существительное. Что про него нужно знать? Существительное бывает во множественном числе. Множественное число существительных образовывается либо окончанием, и это может быть окончание просто «с», либо это может быть окончание «и-с». Как определить, где нужно ставить «с», где нужно ставить «и-с»? Все гораздо проще, чем можно подумать. Мы должны выучить только те случаи, где «и-с», а «с» будет по умолчанию все остальное. Запоминаем случаи, где нужно ставить «и-с» и решаем эту задачу таким вот нехитрым способом. И есть еще исключения. Про исключения говорим дальше. Итак, окончание у нас «с» ставится во всех случаях, в которых не «и-с», а «и-с» ставится в четырех случаях. Первый случай – это когда слово заканчивается на шипящее. Подставьте себе слово «шипящее». Слово заканчивается на шипящее звуки и на шипящее сочетание. Это сочетание «с-эйч», что дает звук «ш». Это сочетание «с-эйч», что дает звук «ч». Это буква «экс», потому что на конце ее произносится «с». И это буква «эс», потому что на конце… То есть она звучит «с». Поехали по примерам. Куст. Буш, кусты. Буш, щиз. Зачем нам здесь «и-с», чтобы эта «и» дала звук «и», чтобы отделить, потому что говорить «буш-з» очень неудобно в потоке речи, будет не слышно, то ли это один куст, то ли два, то ли много. Буш, буш-щиз. То есть фонарик, торч, кто не знает, что фонарик – это торч или факел, делаем сразу ассоциацию, что там представились фонарик или факел, и он торчит откуда-нибудь. Вот я всегда предлагаю из кармана, но люди начинают ехидно улыбаться, и сразу видно, что он у них в их ассоциации торчит из другого места. Первый раз это было с достаточно таким взрослым дяденькой, лет ему уже так под 70, и он сказал, не надо мне, я и сам поняла, откуда он у него торчит. Так, дальше. Фокс – лиса, лисы, фокс-сиз. Автобус – бас, автобусы – бас-сиз. Да, отделяем при помощи этого окончания, при помощи этой буквы отделяем окончание множественного числа. Дальше. Значит, теперь пошли согласные, еще одна, то есть здесь были согласные и здесь будут согласные. Это «ф» или «фи», если слово заканчивается на «ф» и на «фи». В этом случае всего очень мало слов, на самом деле их всего 12 в английском языке. Причем туда входят милые слова типа «копыта», «теленок» и так далее. Но я не думаю, что вы все здесь сплошь фермеры, и вам нужно общаться с фермерами и рассказывать про копыта ваших телят. Поэтому запоминаем самые основные слова, которые вам по жизни пригодятся. Это «жена» – «wife», «жены будут» – «wives». Вот посмотрите, глядя на слово «wives», не зная этого правила, разве вы распознаете, что это «жены» во множественном числе? Да ни за что в жизни. Дальше, следующее слово «ножик», «naive», «ножи», «naivez». «Key» в начале не читается, помним. Дальше, «list», «leaf», «list» – «листики», «leaves». Ну, можно еще до кучи сюда взять «волка» – «wolf» и «волки» – «wolves». Не так, чтобы сильно они нам нужны, но так до кучи. «Жена», «нож», «лист» – это те слова, которые вам потребуются в реальной жизни. То есть «жены» – «wives», «ножи» – «nives», «листья» – «leaves». Всего 12. Дальше пошли гласные. Гласные буду писать, наверное, тогда красненьким цветом. То есть «синеньким» у нас это на согласные. И дальше пошли гласные, если слово заканчивается на «o». Например, «картошка», «одна картофельна», «potato», «картофель», «potatoes» добавляем и «s». Пишу тогда здесь. «Potato» и добавлю окончание. «Potatoes». «Tomato» – это американское произношение, а британское – это «tomato». Но здесь опять нужно тот самый долгий «r» при слову «tomatoes». Здесь нужно помнить, что есть два исключения. Это слово «piano» и слово «photo». Это самые основные исключения. Их там тоже штук где-то 15 этих исключений. Вот здесь будет, посмотрите, «pianos» и «photos». Почему? Вот вроде здесь… Нет, не потому, здесь есть явное объяснение. Вот здесь вот «potato» – это цельное слово «картофель». И во множественном числе «картофель» будет «potatoes» и «s». По правилу. «Piano» – это усеченное от «photo» – «piano». А «photo» – это усеченное от «photography». Точно так же «logo» – это усеченное от «logotype». То есть все усеченные слова приобретают окончание «s» так, как если бы они были целиком. То есть берем «logotype», там мы бы и сделали «logotypes», просто «s» добавили. Ну убрали кусок слова, окончание осталось так, как и было. Но на самом деле в разговорной речи вам вот это вот не будет разницы. Так-то. Только на письме. Только чтобы не сделать ошибку на письме, когда вы будете писать, когда вы будете какой-нибудь тест сдавать. Вот на этих вещах люди валятся. Реально. Потому что это самое, что ни на есть база. Не раз видела, что люди валились на тесте IELTS просто из-за того, что они неправильно писали окончание множественного числа и теряли на этом баллы. То есть у человека прекрасный стиль, замечательный словарный запас, но спейлинг хромает, потому что хромает база. Мы сейчас с вами идем с самого-самого низу. Дальше пошли. Осталось в случае, если буква Y, это которая похожа на русскую U, стоит после согласной. Только после согласной. Тогда эта самая Y будет меняться на I. Почему? Буква Y и I, тот, кто ходил на курс чтения и фонетики, знает, что они дают одни и те же звуки, абсолютно один и тот же звук дают. Во всех типах слогов, во всех местах они дают один и тот же звук. Но традиционно так получилось, что буква Y пишется в конце слова, а буква I пишется в середине. И только в одном единственном слове, это taxi, вы встретите Y на самом конце слова. В остальных случаях всегда будет Y. Но в последнее время американцы, если они слышат И на конце, и мы бы написали Y, они сейчас заменяют на I и И. То есть они так постепенно, видимо, уходят, уже язык меняется, уходят от использования Y на конце слова. То есть заменяют его на I и букву И, чтобы вот это I, бедное, на конце не торчало. Так, только после согласной берем пример. Пример возьмем, к примеру, ребенок, baby. Посмотрите, Y стоит после согласной be. Соответственно, нам ее нужно поменять на I, вот так. И после этого добавить окончание es. На слух никакой разницы. Baby, babies. На spelling есть разница. То же самое, lady, ladies. Поехали дальше. Если слово заканчивается на Y, но оно стоит после гласной, я вот здесь напишу, это как бы не относится к майндкарте. Например, day. День. Здесь Y стоит после гласной. Ничего не нужно, просто добавьте s. То есть оно сюда не относится. Итак, если вы собираетесь писать окончание множественного числа, что нужно сделать? Нужно спросить себя, относится ли вот к этим четырем случаям то, что вы сейчас рассматриваете, то слово, которое вы рассматриваете. Например, слово class относится, да, потому что значит окончание es. Дальше. Слово cat ни по одному из этих четырех пунктов не проходит. Поэтому просто с методом исключения. Вот в этих случаях нужно быть очень внимательным, чтобы spelling был правильным. Дальше пошли исключения, которые не подчиняются правилу окончания. Исключения два вида. Либо меняется гласная в корне, либо там вообще что-то там к слову гласная, либо же форма немножко меняется. Сейчас исключения напишу на следующем листочке. Либо это слово будет только в единственном числе, либо только во множественном числе. Сейчас вынесем это на другой листок для того, чтобы не мельчить здесь и было бы видно всем. Сейчас вынесем этот кусочек на отдельный лист. Потому что Y стоит после гласной, а здесь у нас Y после согласной. Если после согласной, тогда меняем на I, добавляем окончание ES. Если после гласной, сюда не входит, значит S. По методу исключения. Вот эти четыре пункта. Да, значит ES. Нет, значит S. Методом исключения. Так, теперь исключения понесли на другую страничку. Вы можете продолжить, если у вас есть место. Я выношу на другой лист. Итак, исключения множественного числа. Множественного числа. У нас двух видов. Опять же, это изменение формы слова. И это только единственное или только множественное число. Что относится к изменению формы слова? Самые основные слова, которые нужно знать, это один мужчина, мэн, мужчины, мэн. Вот здесь нам и пригодится разница между Э и Э. Помните, я вас заставляла открывать рот на Э и улыбаться на Э. Вот здесь вам это как раз и пригодится, потому что иначе будет непонятно, то ли один мужчина, то ли много. Только от гласной. В русском языке нет этих звуков, поэтому нужно обязательно различать. Дальше. Одна женщина будет вумен. Посмотрите, здесь пишется оу. Ой, вумен. Сори. Вумен. Пишется оу, читается у. Вумен. А женщины будут уимен. Что здесь? Продолжение следует...